22 июня началась Великая Отечественная война, которая забрала жизни миллионов людей. В числе ушедших на фронт были поэты и писатели. Они увековечили подвиг советского народа в стихотворениях, рассказах и романах. В память о них «Справедливая Россия» открыла выставку в Государственной Думе поэты и писатели-фронтовики. 1250 писателей и поэтов, многие из них только начинали, делали первые шаги в этом творчестве и, к сожалению, и не вернулись они с фронтов Великой Отечественной войны, ушли на фронт. 400 человек из них никогда не вернулись обратно. 21 писателей-поэтов были награждены высшей наградой, они стали героями Советского Союза. Как написала в свое время поэтесса-фронтовичка Юлия Друнина, что они уходили на войну прямо из детства. На выставке представлены редкие фотографии, рукописи, вещи из личных архивов семей поэтов и писателей-фронтовиков Василия Лебедева-Кумача, Константина Симонова, Юрия Бондарева и других, а также уникальные материалы из госархивов. Сейчас, когда мирное время, нас осталось очень немного. И я стараюсь все своими силами передать ту эпоху Эпоху нашей победы молодым людям, школьникам. Хожу в школы, читаю уроки мужества. Мы нашу победу никому не позволим переосмыслить и переиграть. В числе гостей также были руководители фракции, депутаты, члены семьи писателей и поэтов, победители ежегодной литературной премии «Справедливая Россия». К открытию выставки «Справедливая Россия» совместно с благотворительным фондом имени Елизаветы Глинки подготовила фильм «Победа одна на всех». Он посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Когда немцы своими танковыми колоннами вспороли нашу оборону и шли железным валом, и казалось, что это не остановить, в этих бесконечных колоннах, отступающих наших войск, огрызающихся боями, шел журналист Константин Симонов. По русским обычаям только пожарища на русской земле, разметав позади, на наших глазах умирают товарищи, по русски рубаху рванув на груди. Основу фильма составляют письма фронтовиков из четырех держав-победительниц – США, Великобритании, Франции и Советского Союза. Военные послания читают всемирно известные артисты. Как будет здорово иметь собственный дом, моя дорогая жена. И я с нетерпением жду счастливого дня, когда эта мечта станет реагностью. В этом настоящем уже не на что надеяться. Остается только возлагать надежду на будущее. Один из героев фильма – актер Сергей Никоненко. На премьерном показе в память о погибших он прочитал поэму, посвященную русскому солдату. Я и сам понять умею. Я вторую, брат, войну. И ранения имею, и контузию одну. И опять же, посудите, может, завтра с места в бой. Знаешь что, сказал водитель, ну, сыграй ты, шут с тобой. Только взял боец в трехрядку, сразу видно – гармонист. Отметим, что выставка и презентация фильма стали первыми массовыми событиями в Госдуме после снятия карантина. «Справедливая Россия» считает крайне важным не только сохранение исторических фактов о Великой Победе, но и передачу памяти о подвиге советского народа от поколения к поколению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова